Субтитры сделал DimaTorzok Я попыталась сама как-то воссоздать, расставила что-то в свечи и так далее, но ничего особо не получилось. Печально. На своей страничке ВКонтакте и также в своем Инстаграм я устроила голосование, точнее опрос, что бы вы хотели, что бы я сняла. А DIY по поводу Хэллоуина, страшные истории из моей жизни, макияж и многое другое. Большинство голосов было за страшные истории, и поэтому я сегодня вам одну из них поведаю. Точнее, даже две. А начну я с того, что в детстве, я не знаю, правда это или нет, но я видела какие-то фантомы, души. Я не знаю, как это объяснить, потому что в детстве я ничего не понимала. Сейчас я думаю, что, возможно, это была моя какая-то детская фантазия. Мы с мамой ночевали на даче, и моей маме было в этот день очень плохо, у нее было очень сильное давление, и она просто лежала и не двигалась. Я сидела на полу, играла в какие-то там свои игрушечки, в барби, по-моему. И в какой-то момент я повернулась на маму и увидела, что на ней нависло непонятное что-то черное, ну просто что-то черное, какая-то как тучка, что ли. И я сказала об этом своей маме. В тот момент я не думала о том, что поверит она мне или нет, скажет, что это какие-то детские сказки. Нет, получилось так, что мама мне действительно поверила, и мама кое-как еле-еле встала, пошла, взяла свечку церковную, обошла весь дом с валитвой, и спрашивала у меня постоянно, ушло вот это вот нечто или нет. Я видела, что это нечто бьется где-то по углам, прячется по дому, ну то есть где-то что-то там летает. Я не знаю, как сейчас это объяснить, это очень странно, тогда мне казалось это очень логично. Я увидела, что это нечто улетело на второй этаж, у нас дом двухэтажный, вот я об этом сказала своей маме, она поднялась туда, начала там уже молиться, и в итоге это нечто исчезло. И тут же в этот момент, как только это улетело, маме тут же стало хорошо, то есть она смогла уже нормально ходить, разговаривать, все было окей. И мама мне сказала потом уже, что она вообще думала, что в этот день, как сказать, она говорила, что мне было настолько плохо, что я испугалась, что если со мной что-то случится, то это будет на моих глазах. И поскольку я была маленькая, это меня очень сильно травмирует, то есть она уже хотела и скорую вызывать, то есть она чувствовала, что уже что-то вообще страшное может произойти. И потом, когда я выросла, я подумала, что это, наверное, какая-то моя детская фантазия, но в то же время, как объяснить, что маме в этот же момент стало хорошо, она полностью выздоровела, или я не знаю, как это объяснить, то есть она просто была опустошена, просто из нее как будто что-то высасывали, какую-то энергию. И когда эту историю моя мама рассказывает своим знакомым, или мы с ней ее обсуждаем, она говорит, что я ей буквально спасла. Потом я поехала с друзьями в Карелию, кажется, и там мы зависали, тусили, рядом стояло заброшенное здание, потом это оказалось было то ли казарма, то ли что-то такое. Мы слушали музыку, веселились, все такое, и я просто в один момент смотрю по сторонам и вижу, что вокруг нас какие-то фантомы летают, то есть такие, как маленькие облачка белого цвета, то есть не имеют какого-то строения. Я начинаю понимать, что что-то здесь не так. Я вижу, что их очень много, их сотни, их реально очень много. Я начинаю об этом говорить своим друзьям, они начинают надо мной смеяться, что типа, лента совсем ку-ку, какие там фантомы, какие облачка, естественно, как бы мне никто не поверил. Тогда я начала фотографировать это все на телефон со вспышкой, то есть я вот так просто стояла и много-много раз нажимала на камеру и фотографировала. И когда показала друзьям эти кадры, они просто ужаснулись, потому что на кадрах было видно, как нечто, то, что я им описывала, передвигается по картинке. То есть не просто стоит на месте, да, какие-то глюки от камеры, а просто передвигается. Тогда они достали свои телефоны и начали на них фотографировать, и у них было то же самое. То есть те же самые фантомы, тучки отображались в кадре. Но все равно они подумали, что я просто сбрендила, что у меня с головой не все в порядке, они мне особо не поверили. И я начала думать, почему здесь столько много душ, почему здесь столько много фантомов. Я спросила, друзья, я говорю, здесь что? Рядом находится кладбище. И они мне говорят, типа, да, вот, через тропинку. Я думаю, зашибись. То есть мы здесь слушаем громко музыку в 3 часа ночи, веселимся, кто-то выпивает, а рядом кладбище. То есть мы мешаем им. И я была в полном шоке. Я не знала, что там кладбище, потому что я первый раз была в этом месте. Я начинаю призывать людей, потому что я вижу, что фантомы вокруг скапливаются. Я вижу, что их очень много, и что они рассержены, им это не нравится. Я говорю своим друзьям, что нам нужно срочно уходить. Я общаюсь с одной женщиной, которая что-то вроде экстрасенсы, она так себя не называет, она по-другому себя как-то называет. Она мне учила ставить защиту. И я пыталась всеми силами ставить защиту вокруг нас. Но поскольку было народу много, и поскольку фантомов было тоже много, я не могла с этим справиться. А когда я просто один раз сделала фотографию, я вообще увидела сущность. Кто не знает, что такое сущность, загуглите. То есть я увидела сущность. Если сущность прицепится к человеку, ее потом очень сложно будет выгнать. Это как зараза. Я понимаю, что не дай бог эта сущность кому-то из нас пристанет. Это тогда все, трындец будет. Потому что я знаю, что такое сущность. Я встречала людей с ними. То есть у меня есть друг, на котором сидит аж 7 сущностей. Мы это узнали, когда обратились к экстрасенсу. Когда мы с ним зашли в церковь, у него закружилась голова, у него потекла кровь из носа и из ушей. И он просто начал задыхаться. Как только он вышел за порог в церкви, его отпустило. Когда я начала своим друзьям об этом рассказывать, что, ребят, нам надо срочно валить отсюда. Они не хотели. Я думаю, окей, я пошла, как хотите. И я стала уходить. Тут я смотрю, все мои друзья собираются. Они не верят. Но, как они сказали на всякий случай, мы свалим. То есть ребята тоже что-то почувствовали. И они решили уйти оттуда. Мы, значит, стали уходить. Идем по тропинке. Я шла со своим знакомым. И я вижу, что сзади, за нами, а точнее за этим знакомым плетется фантом. Я это поняла, потому что я видела, что у них какая-то связь. Они, как сказать, они в моей голове. Или я не знаю, как объяснить. Я не экстрасенс. Извините, я просто что-то нервничаю. Это было жутко на самом деле. Они, в общем, были одинакового цвета. И я видела какие-то нити, то есть родственные связи. Я иду и говорю своему знакомому, что за нами идет фантом, который тебе является родственником. Потом мне пришла мысль в голову, что это его кажется... Я сейчас уже не помню, то ли прабабушка, то ли бабушка. Он сказал, да, действительно, там похоронена моя прабабушка. Тут я вообще офигела. Мне стало страшно, потому что, ну, откуда я вдруг узнала, что тут какая-то прабабушка похоронена, что она за ним идет. И потом мне этот фантом, он как-то в мысли мне картинки бросал и говорит, спроси его, когда он начал здесь, грубо говоря, тусить, выпивать, слушать музыку громко и так далее. Мой знакомый сказал, что, кажется, я сейчас не помню, потому что это было два года назад, кажется, в 16 или 15 лет, как сказал мой знакомый. И мне также этот фантом говорит, спроси, когда у него начались проблемы со спиной, у него серьезные проблемы со спиной. И он сказал, что буквально через пару месяцев после того, как он позажигал там с друзьями. То есть мне фантом дал понять, что тем самым они его наказали. Я просто офигела, я прибавила шаг, я буквально бежала оттуда, потому что мне реально было страшно. Я честно скажу, я верю в какие-то сущности, я верю в высшие силы, я верю во все вот это вот. Возможно, среди вас найдется скептик, и я буду совершенно согласна с вами. Раньше бы я никогда в жизни не поверила бы в это, если бы это не случилось со мной. Поэтому я прекрасно понимаю, что многие подумают, что я несу какой-то бред, что я чокнутая. Я прекрасно знаю, какие будут комментарии. Мы ушли с друзьями сидеть во двор, и они достали свои телефоны, начали фотографировать, проверять, может быть, это был глюк какой-то у камеры, будут ли сейчас какие-то фантомы. Нет, ни одного фантома они не нашли, то есть кадр был пустой, там никого не было вообще. Тогда я убедилась в своих словах, что действительно именно в том месте они обитали. Именно в то место они пришли, потому что мы им мешали, мы шумели, это нехорошо. Нельзя тревожить и беспокоить покойных людей. Потом мы с моим знакомым пошли в сторону кладбища, это уже было на следующий день, кажется. Я опять увидела фантом его прабабушки. И его прабабушка попросила, чтобы он извинился перед кладбищем, перед теми, кто там лежит, за то, что он там шумел, то, что он мешал. Он извинился, и как он мне сказал, человек, который полностью скептик, он сказал, что после того, как я извинился, как будто какой-то черный ком, как будто что-то мощное, больное вырвалось из моей груди, и мне стало намного легче. Он сказал, что спина у него уже перестала так сильно болеть, что ему просто стало легче жить после этого. В общем, как-то вот так произошло. У меня было много ситуаций, где я сталкивалась с чем-то необъяснимым, и я рассказывала обо всем своей маме, и моя мама всегда мне верила. И она всегда меня во всем поддерживала. И мне очень интересно, среди моих подписчиков, есть ли те, у которых в жизни случались такие ситуации необъяснимые, мистические, очень странные. Может быть, я очень надеюсь, что я не одна такая, поэтому я вас очень сильно прошу, напишите мне в комментариях об этих историях, расскажите все подробно, я обязательно каждый комментарий прочитаю, потому что мне правда интересно. И я буду благодарна вам за поддержку. Я очень буду благодарна, если вы не посчитаете меня сумасшедшей. Я до последнего не хотела вам обо всем этого рассказывать, потому что я очень не хочу, чтобы вы как-то, не знаю, осуждали меня, или смотрели на меня как-то типа, ты дура такая, вообще капец. Я очень этого не хочу. Я благодарю вас за просмотр. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. И если вы хотите еще роликов, связанных с хэллоуинской тематикой, то напишите, о чем именно снять. Возможно, вы хотите еще какие-то истории мистические из моей жизни, или страшные истории. Возможно, вы хотите DIY, возможно, вы хотите макияж для Хэллоуина. В общем, жду ваших предложений. Я благодарна, что вы посмотрели мой ролик. Спасибо.